Добрый вечер, это программа Попутчик в студии Павел Фёдоров. Сегодня мы обсуждаем очень важные проблемы. Это автомобильный рынок России. В гостях эксперт Олег Доскиф, очень хорошо вам знакомый. Добрый вечер, Олег. Здравствуйте, Павел. Сохранить деньги. Скорее всего, нужно подумать, потому что та нестабильность на рынке, которая есть, делает покупку автомобиля неразумным. Эти деньги могут вам пригодиться через какой-то период времени, когда будет еще тяжелее, чем сейчас. Если это не последние деньги, это были накопленные деньги, резервы, тем более на фоне плавно девальвирующегося рубля, очень выгодно сейчас приобретать автомобиль. Многие производители в разных сегментах торгуют либо по курсу 23. Дело в том, что закон о том, что номинировать автомобили и другие товары не в условных единицах, а в рублях, вышел в 2007 году, по-моему, в июне или в июле. С тех пор все ценники были переведены. Курс тогда был в районе 23. Примерно по такому курсу все производители пересчитали ценники. Так вот, например, тот же концерн Volvo, он работает до сих пор по тому курсу, они не меняли цены. Поэтому, если мы говорим о покупке этого автомобиля, лучше предложений не будет. Вот это положительная штука, которую... Ну, об отрицательных мы сейчас продолжим наш разговор. Я напомню, что мы находимся в прямом эфире, и, как по традиции, мы разыгрываем вот такой комплект часов от нашего телеканала. И вот эти часики в виде спидометра и тахометра получит телезритель, который в течение недели задаст самый... По итогам недели задаст самый интересный, лучший вопрос в студии программы. Ну, как бы торопитесь, звоните, потому что раздача слонов будет уже совсем скоро, в понедельник. Так что звоните по телефону, оставляйте сообщения на СМС-портале. Мы все это будем читать, озвучивать и обсуждать с Олегом в эфире. Что произошло после введения новых таможенных пошлин? Грянуло 12 января. Какова ситуация в стране? Были демонстрации, акции протеста. Волной прошли везде. Не только Дальний Восток, как говорили сначала, и не только там Калининград, переграничные области, вся страна. Центральные районы, где-то митинги подавляли, разгоняли. Люди, которые, в общем-то, не вовлечены в этот бизнес, все равно протестовали. Но все равно это не помогло, да? Закон вступил в силу. Что произошло? Здесь два момента основных. Подорожание произошло и по новым автомобилям, и по подержанным. Так вот, все волны протеста и наиболее сложная ситуация как раз касается подержанных машин. Новые иномарки подорожали на 5%. Ну, пошлиные, собственно говоря, поднялись. Что технически повысило цены, и об этом заявили уже практически все концерны, где-то минимум на 8%. Таким образом, ну, на иномарке, я бы не сказал, что что-то там случилось критическое, кризисное, да? То есть в этом районе, наверное, при таких курсовых процессах, когда курсовые разницы нивелируют вот эти вот 5-8% однозначно. Ситуация очень тяжелая с подержанными машинами, причем, наверное, тяжелая она в аспекте как раз занятости регионов Калининграда и регионов Дальнего Востока. Ну, где-то основные средства к существованию людей. Да, совершенно верно. Все промышляют перегоды машин. С Калининградом вообще сухопутной границы нет. И не секрет, что львиная доля людей, которые живут в этом регионе, они так или иначе завязаны на, собственно говоря, торговлю автомобилями. Да, они покупают и для себя машины, но и в Приморье, и в Калининграде это просто бизнес, который позволяет продавать эти автомобили, естественно, леворульные, наверное, калининградские и праворульные Владивостока на всю территорию Российской Федерации. По самым таким примерным оценкам 30-40 тысяч людей завязаны на именно вот этот доход. В сложное время, как сейчас, тяжело будет, наверное, им трудоустроиться. И это основная проблема, которая, к сожалению, обострилась в этот период времени. Я думаю, что подобные вещи нужно было делать давно, потому что... И не так стихий, не в момент кризиса. Да, да, Павел, да. Олег, я прошу прощения, у нас есть звонок. Конечно, конечно. Жритель на проводе, давайте ответим. Мы вас слушаем, добрый вечер. Добрый вечер. Это Алексей из Петербурга. Очень приятно. Я бы знаю, что Олег поклонник, так сказать, Субару, да, вот, и я просто хотел бы узнать. Вот я хочу приобрести машину или Форестер, или Аутбек, вот. Вот, ну, как бы, бэушные, естественно, так. Вот я, например, располагаю суммой в 400 тысяч, ну, как бы так вот, приблизительно, да. Это значит, будет машина где-то сроком 5 лет, да, ну, там, больше чуть-чуть. И вот я думаю, что вот если американские машины, их очень много, так, но они в основном все, как бы, с автоматами, механики очень мало. И вот стоит ли покупать Субару, пятилетнюю, насколько она будет надежна, и стоит ли ее брать американскую, или, например, ее лучше найти, как бы, европейской сборке. Позвольте вопрос. Вы собираете машину заказывать или уже искать на внутреннем рынке, который была везена? Нет, ну, как бы, заказывать я просто не в этом не особо понимаю, поэтому это, значит, надо искать какую-то фирму, которая этим занимается, а искать уже здесь, как бы, уже, ну, в стране, которая уже повезена сюда. Ну, понятно, спасибо большое. Ну, вот давайте ответим. По поводу, Алексей, да, надежности. У меня у самого первой Субару Форестер как раз был пятилетним из Швейцарии. Прекрасный автомобиль, собственно говоря, я его сразу отвез к дилеру, который там продиагностировал автомобиль. Понятно, я поменял жидкости, потому что, ну, неизвестно все-таки, когда масло там менялось, фильтры и прочее, хоть была сервисная книжка. Автомобиль меня совершенно не беспокоил, там, я вот владел им полтора года, наверное, продал тоже очень хорошо. Вы изучили абсолютно правильно рынок, и я думаю, что в этот ценовой диапазон будут как раз, наверное, попадать те автомобили, которые были ранее привезены из-за границы и сейчас перепродаются. Либо второй вариант, это вариант те машины, которые были сданы в трейд-ин дилеру. Не секрет, что сейчас многие эксперты говорят о том, что этот год будет отчасти годом подержанных автомобилей, причем тех подержанных автомобилей, которые в основном курсируют уже в стране. Потому что те автомобили, которые будут ввозиться подержанные, они, вот мы начали говорить, от 20 до 80 процентов подорожали, что делает, в общем-то, торговлю этими автомобилями и бизнес, ну, не рентабельным, не целесообразным. Поэтому вы сейчас изучите предложение у салонов официальных дилеров, именно в этот период оно должно быть хорошим, потому что реальность такова, что буквально через 2-3 месяца, когда закончатся запасы 2008 года автомобилей, цены автоматически, по крайней мере на японцев, а на Subaru однозначно, они повысятся. Минимум, я думаю, на процентов 20. Поэтому автоматически поднимутся цены и на автомобили подержанные, и лучший период времени это сейчас найти автомобиль. Тем не менее, вот отмена двойного НДС, то есть нормального тренды у нас пока что не появилось. Вот мы об этом много говорили, надеялись, что это произойдет после Нового года, но пока что ситуация не изменилась. Да, Павел, вы правы. Я думаю, что чуть-чуть надо подождать. Дело в том, что каникулы закончились вот только там полмесяца назад. Страна входит в рабочий режим и ритм, и были, наверное, проблемы, связанные с кризисом, более актуальные, чем отмена НДС. Я уверен, что это произойдет. В этом году? Да, да, уверен, что в этом году, наверное, весной. И второй момент, по которому как бы вот там и депутаты, которые занимались автомобильным бизнесом и близки к нему, и, наверное, собственно говоря, инициативные группы и различные ассоциации, и Российская ассоциация автомобильных дилеров лоббировала этот закон. Вторым законом был отмена прохождения технического осмотра у ГИБДД подразделений. Ну, насколько я знаю, пока что собираются отменить прохождение по месту жительства. То есть теперь можно в своем регионе пройти техосмотр и в том числе, по-моему, поставить и снять с учета автомобиль вот в любом отделении ГИБДД. С 2010 года уже, в принципе, подтверждено, процедура действительно от регистрации останется у ГИБДД, но прохождение технического осмотра будет передано коммерческим организациям. Я думаю, в первую очередь это будут как раз официальные дилеры, ну, либо другие дилеры, соответствующие требованиям и стандартам, и имеющие надлежащее оборудование. Это приятная новость. У нас еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да-да. Представьтесь, кто вы, откуда? Добрый вечер. Меня зовут Сергей Борисович из города Ловни. Меня интересует автомобиль с коробками Т-троник. Что это такое и как бы характеристики этих коробок надежности? Спасибо. Спасибо за вопрос. Немножко не по рынкам, не по экономике, но можно ответить, наверное, да, то есть, что это за коробки. Лучше это автомат или хуже? Вот какие преимущества? Вы знаете, собственно говоря, это, скорее всего, ну, просто маркетинговый ход, чем реальное отличие коробок Типтроник. Там есть Шифтроники. У каждого концерна какие-то свои коробки. Роботизированные коробки есть. Все они, в общем-то, аналог автоматических коробок передач, но просто точно так же, как вот эти вот системы управления бортовыми и развлекательными функциями, информационными системами последних поколений автомобилей, там, у того же BMW, Mercedes, Audi. Они по-разному называются, но назначение их одно и то же. Это хорошие автоматические коробки, которые, собственно говоря, никаких отличий от обычного традиционного автомата не имеют. То есть, суть в том, что у вас есть возможность вручную переключать передачи, да? Совершенно верно. Сегодня дорогой автомат или вариатор делают это за вас, то в данном случае, если машина довольно сломана двигателем и на автомате не тянет, вы можете поставить вручной режим и принудительно заставить машину крутить двигатель вплоть до отсечки. У нас есть несколько вопросов по СМС. Вот Ростовская область интересуется. Хотел бы взять машину в кредит. Скажите, какие прогнозы на осень 2009 года? Как изменится ситуация по автокредитам? Вот такой долгосрочный прогноз почти что на целый год. Я не знаю, можно ли сейчас дать какие-то цифры данные? Сейчас тяжело давать прогнозы, но я почему-то думаю, что ситуация и по кредитам, и по продажам, и по экономике, она, по-моему, будет еще немножко хуже, чем сейчас. Поэтому, собственно говоря, все, что происходит сейчас, наверное, гораздо выгоднее, чем то, что будет происходить весной, летом или осенью. То есть, как мы помним, осенью было 12%, все хватали за голову, ой-ой-ой, сейчас это уже 20%, и это еще не предел. В том-то и дело, да. Потому что, к сожалению, кризис углубляется не только у нас в стране, а в мире. Это видно по информационным лентам, по заявлению правительства. Если об этом говорят открыто, собственно говоря, чиновники, которые обладают большей информацией не только у нас в стране, то, скорее всего, мы пока идем, к сожалению, с вектором вниз. А если это так, то все условия, которые есть сейчас, лучше гораздо, чем то, что будет. То есть резко хорошо не станет, счастье не наступит? Нет, вы знаете, я хотел бы очень ошибиться, но что-то нет никаких перспектив для этого. Вот уже от себя вопрос. Если все-таки брать, да, вот сейчас вот подсчитать, не делать каких-то поспешных решений, не вываливать все деньги, как мы уже несколько раз предупреждали, да, наших телезрителей, что не надо последние копейки, делать ставку на автомобиль, это все-таки не лотерея, да, не какие-то игры на разнице курсов валют. В каких деньгах брать кредит? В наших, российских, евро, доллары? Вот что происходит? Ну, я бы не стал рисковать в доллары или евро брать кредит. Есть разные сценарии у людей, которые занимаются, собственно говоря, рынками, валютами. Говорят, что временно сейчас доллар растет, укрепляется. После выборов и наибрации президента. Да, да, что будет вариант, когда он начнет, собственно говоря, идти вниз. Вы знаете, я не думаю, что кто-то знает точно, что будет происходить с валютой. Но я знаю точно, что в такую ситуацию играть, выигрывать и поступать, как, собственно говоря, по принципу казино, которое всегда оказывается в выигрыше, не стоит. Скорее всего, самая большая проблема текущей ситуации – это отсутствие стабильности и предсказуемости. Так вот, эту стабильность вы можете создать себе сами, когда будете занимать деньги в валюте дохода. Понятно, что это российский рубль. Вряд ли какие-то предприятия коммерческие в этот период времени готовы думать о прибыли. Все думают о том, чтобы сохранить то, что уже имеют. И, наверное, может быть, получить небольшие убытки. Это перспектива 2009 года, я думаю, для всех секторов экономики однозначно. В этих условиях изменения, которые будут происходить в стране по девальвации рубля, по инфляции, не коснутся заработных плат. Соответственно, курс может изменяться сильно – доллар, евро. Если угадать, конечно, и выбрать ту валюту, которая будет дешеветь, как это было с долларом, но это было предсказуемо и понятно каждый месяц на протяжении длительного периода времени. И вот сейчас он опять уже стал укрепляться. Да, да, совершенно верно. Сейчас 23 и 33 – это 10 рублей. Это существенное укрепление. И я уверен, что люди, которые занимали в валюте, во многом хотели бы сейчас перейти в рубли. Благо, банки позволяют это сделать. Конечно, процентная ставка не та, что была, да и условия не те. Особенно, что касается ипотеки, там, по сути дела, новый займ по машинам легче все гораздо. Занимать нужно однозначно в рублях, потому что я уверен, что на территории Российской Федерации ни одна компания, по сути дела, не выплачивает доходы в долларах или в евро. Но, опять же, есть надежда на правительство, которое, в принципе, во время кризиса неплохо себя повело. Наверное, могло бы и лучше, конечно. Тем не менее, некий демпфер был по сравнению с другими экономиками. У нас еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня интересует вот это мероприятие, связанное с повышением таможенных пошлин. Насколько это растянется? Говорят, что на 9 месяцев. Правда ли это? У вас очень плохо слышно. Можно погромче повторить. Насколько? Насколько? Временные меры вы имеете в виду или нет, да? Да, да. Но я слышал, что якобы на 9 месяцев. 9 месяцев. Да. Да, вы правы, абсолютно. Правительство приняло это постановление действительно на 9 месяцев. Я думаю, что это скорее такая как бы пробная игра. Они проанализируют, получат статистику и немножко есть у людей понимание того, а может быть через 9 месяцев снова все улучшится. Мы не вступили в ВТО. Мы не вступили в ВТО, процесс притормозился. Это действительно заявление японцев, например, о том, что это противоречит понятиям о свободном торговом рынке, потому что Дальний Восток был, ну, огромным, наверное, собственно говоря, рынком сбыта для вот этих вот поддержанных машин. Да, и у них определенным образом на фоне кризиса еще и пойдут гораздо хуже процессы по сбыту поддержанных машин. Ну, с другой стороны, вот я прошу прощения, что я перебиваю, если японцы хотели продавать в России, вот позиция правительства, почему бы не строить заводы? Да, есть некоторые у нас заводы, но стройте еще, делайте как в Америке, пусть капитализация будет там 50-60 процентов и продавайте ваши автомобили, новые автомобили нашим гражданам. То есть вкладывайте в страну, инвестируйте. Павел, я за, абсолютно солидарен, только здесь, наверное, речь идет, у нас главный редактор Роман Гуляев любит шутить, что нужно строить заводы поддержанных пятилетних автомобилей. Дело в том, что тот ценовой диапазон, который предлагается поддержанными праворульными машинами, его местным заводам не заменить. Мы имеем Форд, мы имеем Тойоту, мы имеем Рено, они вроде бы как бы по цене приемлемы, но они на порядке уступают тем машинам, которые, собственно говоря, примерно столько денег стоят, но ввезены праворульными вариантами. Поэтому здесь человек не сможет получить адекватную замену, не сможет. Но то, что переходить на наши машины нужно постепенно было, и то, что этот процесс правильный, просто время не очень хорошее, это действительно тоже так, потому что наша сборка, это наши рабочие места, это налоги, это деньги, это предприятия, которые получают, собственно говоря, рабочую силу, уплачивают налоги. Это нам сейчас очень нужно. Я так понимаю, это путь из всех других стран, той же Америки, Европы. Да, 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 конечно, конечно. Поэтому, собственно говоря, это правильно все. Нужно постепенно было это делать. Не знаю, там, пять лет назад, на волне роста рынка, нужно было сказать, что, вы знаете, мы сейчас через три года закроем, например, ввоз машин. Через пять лет прекратим эксплуатацию, а через десять лет совершенно не будем никак реагировать на праворульные машины. Таким образом, люди, которые занимаются этим бизнесом, подготовились бы. А делать это в кратчайший период времени, там, два-три месяца, у людей нет никакого выхода. Я думаю, это меры невременные. Если что-то изменится по ВТО, скорее всего, их отменят. Если не изменятся, то, соответственно, пролонгируют. Да, потому что у нас есть обязательства, как стране, участник ВТО, да, кандидату, о том, что пошлины должны снижаться. Но пошлины, опять же, снижаться должны были в семилетний период, плавно, с 25 на новые, до 10 процентов. И, соответственно, не должны быть заградительными на поддержанные машины. Но так как страну не приняли, и мы до сих пор кандидаты, то мы имеем право делать с точки зрения правительства и повышения пошлин все, что угодно, собственно говоря. Повышение пошлин решает задачу прихода дополнительных денег в бюджет. Это важно. Особенно, когда их нет от нефти, которая упала. Совершенно верно. С другой стороны, оно дает возможность, опять же, продавать те автомобили, которые локально производятся на территории Российской Федерации. Потому что человек, который покупал праворульную машину и хочет купить в этом году что-то, но он будет выбирать из того рынка, который здесь есть. Потому что ввоз автомобилей в Приморье в этот период времени сократился на 92% по сравнению с периодом января 2008 года. То есть, по сути дела, мы можем сказать, что после 12 января автомобили не поступают. Но, опять же, человек, который ездил на праворуку японки, он в российский автомобиль, конечно, скорее всего, не сядет и будет выбирать из иномарок, которые у нас производятся. Совершенно верно. Либо из поддержанных машин. Но тот человек, которому машину он выберет, получается без машины и будет приобретать автомобиль. И это лавинообразно, собственно говоря, позволит сбывать и новые машины. Потому что, все-таки, даже если кто-то не хочет покупать новую машину из них, он покупает поддержанную. Но тот, который покупает... Вакуум должен быть заполнен. Да, да. У нас опять звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно так сказать, что за машина? Аудио Q7 V12 турбодизель. Спасибо за вопрос. Расскажем. Кстати, с такими объемами ты теперь по новым таможенным пошлинам, я даже не знаю, как их возить, эти машины. Золотыми получится, наверное. Ну, они всегда были недешевые. Аудио Q7 это супер премиальный автомобиль. Зверь автомобиль. Ну, судя по данным, по характеристикам. Я не знаю, я думаю, что в этом ценовом диапазоне, кто выбирает себе автомобили, ну, опять же, повышение пошлин, конечно же, как бы, там, изменяет цену, но не изменяет принцип, там, я отказываюсь от него или покупаю. Вот те процессы, которые идут сейчас на рынке в плане финансов и доходов, наверное, этот автомобиль потеряет своих клиентов в определенном количестве, потому что время сейчас не очень хорошее. Машинка очень интересная, комфортная. Мне кажется, он немножко все же большеват для таких внедорожников. А так, собственно говоря, отличный автомобиль, особенно с таким двигателем. Ну, пока что маленьких вариантов имеется в виду Audi Q5 с такими моторами бешеным, по-моему, нет. Нет, нет. Еще, так что выбирать, собственно, не приходится. Пуля была бы Q5 с таким мотором. Опять звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из Санкт-Петербурга. Я хотел бы вот узнать по поводу, я сам являюсь владельцем Mitsubishi машины, Outlander у меня, и Mazda. Ну, я, как говорится, успел до кризиса, купил эти обе машины в прошлом году. Так, как, не жалеете, уже посчитали? Нет, я не жалею, честно говоря. А по машинам меня очень устраивает, у меня Mazda 300, да, на жене куплено, и мне тоже новенькая самая Mitsubishi, сручную карту, я, правда, взял себе, есть автомат. Меня интересует, вот как, будет, намного там подниматься вот по всем этим ТО, потому что я уже прошел и 10 тысяч, там, и 15, вот эти все запчасти, там, колодки, ведут, как говорится, замене там и прочее. Спасибо большое, интересный вопрос. Интересный вопрос. То есть, да, значит, возят не только готовые автомобили, но еще комплектующие запчасти, на которые тоже надо платить пошлины. Потому что у нас пошлины повысились на целый ряд товаров, не только на автомобили, да? Вот что с этим? Насколько стоит ли ожидать повышения цены, может быть, за счет того, что дилеры, которые не могут продавать в нужном объеме автомобили, будут пытаться взять свое за счет сокращения сроков ТО, повышения стоимости на плановые ТО и так далее? Соглашусь, что это очень хороший вопрос. Ответа пока на него нет у производителей. Дело в том, что с точки зрения, опять же, инфляции и курсовой разницы, все эти запчасти должны подорожать. И еще больней здесь возникает вопрос, что вот эти вот аналоги, как бы, или альтернативы запчастей, ну, скажем так, серых дилеров, или запчастей, которые, как бы, там, интернет-магазинами предлагались. При таких курсовых разницах их продажа здесь тоже становится нерентабельной. То есть эти дилеры уйдут просто? В том-то и дело, да, Павел. Высока вероятность того, что альтернативы купить там те же диски, колодки и поехать поставить к официальному дилеру, но купить там в несколько раз дешевле у этих дилеров не будет. И плюс ко всему, те, кто уже купил, становятся, ну, некими заложниками технического обслуживания. Даже если там забыть о гарантии и думать о сокращении дохода, то все равно определенные вещи придется делать, потому что, ну, не менять там диски или колодки или маслофильтр нельзя. Ну, это дороже выйдет в итоге все равно. Конечно. Здесь пока нет ответа, производители думают, но я думаю, что дилеры именно вот эти вещи будут серьезным образом эксплуатировать и выжимать по полной с потребителя, потому что прибыли при продаже машин, как новых, так и поддержанных, у них не будет в этом году практически. Она будет сведена к минимуму. И тот парк автомобилей, который был продан за годы роста бурного, он должен быть, собственно говоря, основным источником дохода у официальных дилеров. Если будет так случаться, что массово люди перестанут ездить к официальным дилерам из-за больших цен, конечно же, они скорректируют это. Плюс ко всему, я думаю, на рынке всегда найдется один-два дилера, который не очень успешно ведет бизнес и будет заниматься, наверное, демпингом существенным. Вот они будут рушить тот рынок, который дилеры, либо сговорившись, ну, как сговорившись, собственно говоря, рынок их заставляет зарабатывать на том, что очевидно. Как они могут это сделать? Допустим, когда человек приобрел автомобиль, у него уже есть указан плановый ТО, то есть определенный пробег, при котором уже напоминает то-то, то-то и то-то. Дилеры и завод-производители не могут это пересмотреть и в момент пользования этим автомобилем только со следующей партии новых машин. Они могут сказать, теперь межсервисный пробег не 20, а 15 или там еще меньше. Тем более, что мы сплошь и рядом видим, когда автомобиль продается в России, в Европе у него пробег даже по замене масла 30 тысяч, у нас может быть там 10, 12, 15, сколько угодно. Думаю, такие меры они уже применять не будут. Вряд ли кто-то будет сокращать на таком рынке интервалы, вряд ли. Но то, что могут измениться цены на запчасти и, как следствие, стоимость технического обслуживания, это, я думаю, вполне реально. Пришел вопрос из Московской области. Хочу приобрести Volkswagen Touareg. Есть ли смысл дожидаться автомобилей калужской сборки? Будут ли они дешевле, чем сейчас? Вы знаете, я вот сторонник того, что действительно такого рынка, как начало ноября, и по некоторым брендам уже сейчас, а по некоторым растянется все до конца лета, предложений лучше не будет. Touareg уже, по-моему, весной стартует сборка в Калуге. Соответственно, вот как тут угадаешь, сейчас брать или все-таки уже наша машина? Touareg, который будет собираться здесь, он попадет уже к тем Touareg, которые будут привезены в 2009 году. Растаможены по новым таможенным пошлинам. И, соответственно, если продолжится то, что сейчас мы наблюдаем с курсом евро, неизбежно будет составляющая валютная в изменении цены в большую сторону. В результате всего этот автомобиль подорожает. Вот, например, там Mitsubishi Outlander и Mazda 3, купленные в прошлом году, я уверен, что по итогам этого года она станет не то, что такая же в цене, как год назад, а она станет на процентов 20, а может быть и 30 дороже. Собственно говоря, такие тенденции будут типа Volkswagen Touareg. То есть, в общем, можно посоветовать все-таки приобретать сейчас, если есть возможность. Опять же, не на последние деньги. У нас снова звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Сергей, Санкт-Петербург вас беспокоит. Очень приятно. Очень много людей из Питера сегодня. Да. Вопрос по субсидированной ставке, которую правительство предлагает. Это субсидированная ставка будет на новый автомобиль, и, например, дилер подает подельную машину. И вопрос по будущим проектам, по поводу Ладана Универсала, как он там на ВАЗе будет разрабатываться, или он накрылся. Вопрос по Сандера, довольно-таки интересный автомобиль, который тоже попадает в эту ценовую политику, когда он там будет производиться. И вопрос вот абстрактный, но все-таки бывает в новостях, считая, что вот завод в Таганроге производит там китайский автомобиль «Черри Фора» по своим именем. В результате сварки Кузова он стал крепче. Вот абстрактная такая фраза, как он стал крепче и насколько крепче. Где это посмотреть? Потому что они будут дать общую информацию по крепости Кузова, а насколько, нет. Спасибо за это целый шква вопросов. По последнему можно устроить целый эфир, на самом деле, по краш-тестам и испытаниям китайских автомобилей. Давайте по порядку. Вот насчет обещания правительства субсидировать автомобили стоимостью до 350 тысяч рублей, я напомню. Вообще-то в основном сюда попадают исключительно российские марки. Практически только российские, я бы сказал. Но вот насчет Логана и Сандера, да, машина очень ожидаемая. Опять же, машина в Европе ожидает, что они будут такие бюджетные эти автомобили, да, которые, как и Логан, изначально, помнилось, что он должен был стоить чуть ли не 4 тысячи евро. В итоге цена получилась совсем другая на этот автомобиль. Тем не менее, вот прогнозы, да, попадут эти машины сюда или нет, и вообще будет работать система или нет. Какой сейчас стадии разработки этот механизм? Я так понимаю, пока что это не работает, то есть мы не видим таких предложений. Значит, вот субсидированная ставка, да. Был вопрос еще, будет ли на поддержанные машины. Нет. Подразумеваются только новые автомобили стоимостью до 650 тысяч российской сборки. Эти Логан-Универсал и Сандера, я думаю, однозначно в ближайшее время будут поставлены на конвейеры. Прошла информация, что все-таки АвтоВАЗ совершил сделку с ИЖАВТО по приобретению этого предприятия. Это неспроста. Дело в том, что планы АвтоВАЗа совместно с концерном Рено-Ниссан действительно были на либо том конвейере, либо на АвтоВАЗовском осуществлять сборку этих автомобилей. Этот год однозначно дает возможности лучшие для торговли машинами, которые произведены здесь. То есть вот эти 9 месяцев, это для них шанс запустить эту новую модель и продавать? Конечно, конечно. Концерн будет очень заинтересован это сделать, потому что не секрет, что 70% продаж концерна Рено в России это Логан, бюджетный автомобиль. Дело в том, что остальной модельный ряд компаний Рено, к сожалению, конкурентоспособен только на французском, например, национальном рынке, где они являются местным производителем, точно так же отечественным, как у нас АвтоВАЗ. И там принято покупать эти автомобили большими объемами. Но если вы посмотрите на конкурентов на нашем рынке, то из-за достаточно дорогого евро и таможенных пошлин я не нахожу ни одного привлекательного автомобиля в модельном ряду Рено, который бы, собственно говоря, был привлекателен действительно по цене. Да, кому-то нравится Лагуна, кому-то нравится Меган, кому-то Клио. Люди выбирают, потому что, собственно говоря, платят эти деньги за то, что хотят именно этот автомобиль. А если посмотреть конкурентов, то там много достойных автомобилей. Надо делать ставку, соответственно, на дешевый автомобиль, особенно в такой сложный период времени. Я уверен, что платформа эта будет поставлена как можно скорее. Опять же, дешевых универсалов у нас сейчас практически нет. И Лаган без того седан имеет огромный багажник, почти 500 литров, то универсал это будет что-то действительно такая настоящая рабочая лошадь. Модель, наверное, будет ожидать успеха. Это очень удачный автомобиль, реально очень удачный, очень практичный и востребованный рынком. И я думаю, что просто сейчас из-за вот этого кризиса работы по нему, именно как производимому автомобилю на территории Российской Федерации, существенно ускорятся. Ну, возможно, в ущерб строительству завода, моторного завода, ведь собирались строить моторный завод в Тольятти для производства моторов Рено 1.4 и 1.6, по-моему, как раз вот для этих автомобилей. Или же все-таки тоже будут форсировать строительство этого завода, чтобы оснастить автомобили уже не везенными агрегатами, а собранными здесь в России? Буду стремиться, буду стремиться, потому что концерт Рено с российского рынка не уйдет. Несмотря на то, что действительно определенные проблемы есть, и у нас в том числе, лучше рынка нет сейчас в мире, реально. То есть мы там сократили прирост до 26% по иномаркам по предыдущему году, а весь мир упал, упал причем существенно. В Америке там они продали в районе 12 миллионов, а когда-то продавали 18 миллионов. Европа тоже падает, существенно падает. По Японии по декабрю данные пришли очень плохие. И китайская экономика показывает, что у них тоже есть проблемы, и на нее надежды нет. Поэтому я думаю, что если рассматривать период 3-5 лет, все в России будет хорошо, и, соответственно, нужно это делать час. По китайцам я коротко отвечу, что какая-то информация от завода, что, дескать, была какая-то дополнительная проварка кузова или что-то усилили. Я думаю, что стоит принимать это как какой-то пиар-ход. На самом деле все это может показать только испытания на Дмитровском полигоне, либо в Тольятти. У нас всего два полигона в стране, которые могут проводить нормальные полноценные краш-тесты. Если машину разбивают, информация-то выкладывается на официальных сайтах, и она проходит краш-тест, вот тогда можно говорить о том, что машина изменилась в лучшую сторону. Если этого не происходило, то все это только пустые слова. Я думаю, большинство зрителей со мной согласятся. Если нет, звоните, спрашивайте. Тем временем у нас еще один звоночек. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы задать вопрос коллеге, связанной все-таки с Субару, так как он имеет к этому прямое отношение. Вот какого плана вопрос. Я купил Субару Форестер уже в новом кузове. И большое отличие от старого, то, что он на трассе, особенно на такой волнообразной, ну, Гафраму ее называем, то есть машина не держит буквально. Если не соскакивает совсем с дороги, то, в общем, такие телодвижения делает, от которых становится неприятно. Я этот вопрос задал дилерам. Они, значит, сказали, что якобы было, ну, совещание, симпозиум, я не знаю по этому вопросу, как это назвать, но что якобы будет замена произведена задних стоек, и они или разрабатываются, или сейчас подготавливаются решения по ним. Вот такой вопрос. Да, вы знаете, действительно есть такой эффект, и, скорее всего, у вас стоит еще и штатная резина. Вот новый Форестер все журналисты признали на тест-драйве, который был в Греции, по-моему, в начале года. Да, салонники, наверное. Да, да, что очень неудачная резина с завода ставится на этот автомобиль. То есть эту проблему можно нивелировать, наверное, подбором резины. Понимаю, что процесс достаточно дорогостоящий, но это облегчит, собственно говоря, управляемость и устойчивость в эти вот характеристики. Второй момент, они ищут, собственно говоря, что там происходит по сравнению с предыдущим Форестером. Дело в том, что этот стал более комфортным, он стал более длинным, более широким и, наверное, конечно же, потерял, если сравнивать с тем предыдущим Форестером, те вещи, которые он давал в плане управляемости. Это неизбежно. Ну, насколько я слышал про задние как раз стойки, о чем говорил наш телезритель, все сделано, опять же, в угоду комфорту. Да, можно было сделать подвеску гораздо жестче, но эффект был бы обратный. Этот автомобиль был бы уже при его высоте, при габаритах, был бы довольно жестким. То есть, обратная связь, точнее, взаимообратная связь, комфорт и управляемость. Можно сделать раллиный автомобиль из этой машины, но ездить в нем с комфортом с семьей будет уже довольно сложно. Я не знаю, люди по гарантии ставят, другие более жесткие, амортизаторы, например, назад, или как-то пружины другие. Можно ли это сделать или нет? Ну, я думаю, что в рамках гарантии нет. То есть, можно поменять там, если что-то вышло из строя, по гарантии, собственно говоря, на такое же, но просто беспроблемное. А вот изменение уже и настройки подвески. Это уже тюнинг. Да. Еще один звоночек. Нет, звоночек сорвался. Будем озвучивать сообщение с нашего СМС-портала. Опять из Питера. СМС-чка на Крайслере в Питере. Норма часа стала 2800 рублей. Год назад было 1900. Процесс пошел. Ну, сложно не согласиться. Это подтверждение тех слов, о чем мы говорили. Скажите, пожалуйста, как изменила стоимость Lada Universal? Не уточняется, какой модель? В связи с новыми пошлинами. Хорошо бы, чтобы эта машина подешевела. Вот отсюда вопрос. А может ли наш производитель пойти навстречу и сбросить цену? Ну, в общем-то, я не припомню, чтобы у нас что-то дешевело. Вот в связи с таким выгодным шансом ухватить лишнего. Вообще может такой ход произойти? В этот период времени снова ситуация абсолютно солидарна с вами, Павел, что нетрадиционная для, в том числе и российского автопрома, который всегда на волне подорожания автомобилей, точно так же поднимал цены на свою продукцию. Но в данном случае, они, кстати, одни из первых, еще в сентябре месяце запустили рекламную кампанию осенью на 15 тысяч рублей доступней. Потому что у них были проблемы, связанные с летним существенным провалом продаж. До 30% они упали в продажах. Тогда это связывали с разными факторами, но на самом деле, собственно говоря, это было начало того, что мы имели уже осенью. Большие стоки традиционно в предновогодний и посленовогодний период по автовазу дают понимание, что машины нужно продавать. Поэтому вопрос повышения пошлин косвенным образом всегда связан с автовазом. Они видят, что иномарки дорожают и объясняют, что у нас подорожала электроэнергия, подорожали какие-то комплектующие, запчасти. Там полно, да, это всякие стартеры-генераторы, это все у нас импортные и прочее. И, соответственно, тоже поднимают. Но на самом деле здесь больше составляющие просто заработать больше денег. Вряд ли это произойдет сейчас. То есть сейчас они все-таки не будут задирать цены, попытаются больше продать? Да, я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что самая большая проблема у дилера, у производителя, это замороженные деньги вот в стоках, которые, собственно говоря, с каждым месяцем не то, что там теряют в стоимости, они приносят дополнительные убытки из-за того, что эти машины нужно где-то хранить, из-за того, что в эти машины вложены деньги, а процентные ставки, в том числе и для бизнеса, существенно изменились. То есть у нас нет тех процентных ставок, под которые бизнес кредитовался там летом прошлого года. Понятно, деньги нужно возвращать. Снова звонок. Добрый вечер, слушаем вас. А, добрый вечер. Здравствуйте. Да-да, слушаю вас, представьте, спрашивайте. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я вам звоню из Казахстана. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот озвученная цифра в 25% по ввозу импортного автомобиля, вот не пора ли правительству задуматься от других поступлений в бюджет, а не сдирать, грубо говоря, налог с населения? Это первый мой вопрос. Второй вопрос. При ввозе автомобиля с большим объемом двигателя, ну, допустим, американского производителя, 5 литров, 6 литров, я уплачиваю бешеный налог, да? Плюс потом ежегодно я еще оплачиваю транспортный налог. То бишь, получается, меня два раза прижимают, по моему и тому же моему автомобилю. Ну, вот как бы правительство не думает что-нибудь решить в этом вопросе. Либо тут снизить, либо снизить по возу. Сергей, позвольте вам встречный вопрос. Я так понимаю, вы граждане Казахстана. Как в вашей стране поступают вот с таких ситуаций? Какая у вас ситуация с этими пошлинами? Да, то же самое, понимаете. Получается, что и у нас сама пошлина большая, вас знает. Плюс и налогообложение на объем двигателя. Просто, я так понимаю, мы-то страны бывшего советского пространства. И эти же вопросы и проблемы у вас, те же самые проблемы у нас. Но единственное, что у нас, по-моему, ставочка поменьше по возу. А на все остальное одинаково. У вас сейчас как-то ставка изменилась в связи с повышением ставки в России? У вас что-то произошло? Как-то отреагировало правительство? У нас вроде бы ходил разговор. Я, к сожалению, не могу не мониторить, так сказать, этот вопрос. Но, по-моему, собирается тоже что-то поднимать. Хотя у нас своего автопрома как такого вообще нет. Ну, собирают там где-то Шкоды у нас там, собирают что-то еще. Но сами понимаете, что это далеко не насытит рынок Казахстана. Понятно. Спасибо вам большое и за информацию, и за вопрос. Вот мнение уже граждан бывших советских соседних республик, дружественных нам. Наверняка рынок автомобилей в этих странах очень зависит от российского в том числе. Потому что многие машины приходят от нас туда. Вот по поводу двойных поборов. За большой объем берут сначала и потом продолжают доить. Вот так ли это происходит во всех странах или только у нас? И вот есть ли в этом смысл такой? В цивилизованных странах это не так, конечно, уже давно. Но, опять же, цивилизованные страны, там Европа, Америка, Азия, основные производители мировые, они, собственно говоря, делают машины для всего мира. И поэтому мало что ввозят. То есть, как бы им хватает в основном своих автомобилей. То есть, первый раз там никто не платит за эти объемы, потому что машина своя. Да, совершенно верно. То есть, там, ну, опять же, много раз уже об этом говорили. В Соединенных Штатах Америки стоимость даже европейских машин совершенно другая, чем на нашем рынке. И из-за таможенных пошлин, из-за НДСа стоимость таможенной очистки автомобиля достигает 50% стоимости этого автомобиля. Сергей с вами согласен, но это самый простой и самый легкий способ собрать деньги. Другого способа, наверное, правительство не то чтобы не видит, оно не ищет. Я думаю, что только рынок и потребитель может эти вещи регулировать. Если мы с вами перестанем покупать эти автомобили в таком объеме, то, наверное, правительство будет изыскивать другие варианты. Там, ну, рынок будет диктовать уменьшение, потому что они не будут собирать и даже тех объемов таможенных пошлин, которые были до этого. Глобально есть примеры, там, того же Китая, когда пошлины на новые машины, не собранные на территории Китая, являются заградительными, и они существенно больше пошлин, чем в России. Это сделано для того, чтобы стимулировать процесс строительства заводов, организации производства, в том числе и импортных машин на территории Китая. Но это работает, там, по-моему, производятся все автомобили. Совершенно верно. То есть, как бы, заградительные пошлины, по сути дела, по импорту заставляют производителей мировых, тех, которые видят в Китае большую перспективу, делать производство на территории Китая. И в этом случае пошлины могут там быть и 50, и 60 процентов на ввозимые машины, а вот внутри страны меньше. Я, собственно говоря, думаю, что в ближайшее время это не решить, потому что нет четкой программы по именно налаживанию производства. К сожалению, те годы стабильности у нас все-таки страна, ориентированная на экспорт природных ресурсов, на экспорт металлов, электроэнергии, газа, нефти. Вот в такие времена, в тех объемах и по тем ценам товары эти не нужны, и в ближайшее время не будет спроса на них. А это основная часть дохода российской экономики. Понимание того, что нужно было строить заводы во времена стабильности, налаживать производство приходит всегда, когда сложно, собственно говоря. Будем надеяться, что оно пришло сейчас. Да, я тоже думаю, что сейчас именно то время, когда что-то изменится, потому что кризис 98-го года, он уже обозначил, собственно говоря, какие-то вещи. А вот из кризиса этого года мирового, я думаю, выводы все же будут сделаны. И до следующего кризиса банки будут выдавать кредиты на другие вещи бизнесу, чем они выдавали их до этого момента. Будем надеяться. Пришло очень интересный вопрос из Калмыкии. Как изменились пошлины на мотоциклы? Новые, опять же, а, простите, целые или дефектные? То есть имеется в виду, наверное, какие-то, когда поставляются битые мототехники. Вот что с рынком мототехники? Я не в курсе, не в курсе, Павел. Затрудняюсь. К сожалению, извиняемся. Надо будет постараться подготовиться к следующему эфиру. Просто на данный момент не готовы ответить, потому что... А тема интересная. Тема интересная. Дело в том, что мы связаны с официальным бизнесом, а, к сожалению, мотоциклы хоть и росли в последнее время действительно в продажах, но такой стройной системы и продаж, и объединения импортеров, как наблюдаем по машинам, нету. Данных по продаж, по статистике тоже нету. Ну, по отдельным маркам можно найти, по ведущим. Да. И, кроме того, если мы, опять же, берем тот же Дальний Восток, здесь нет этой проблемы, нет у нас праворуких мотоциклов, а бывшая японская мототехника – это вообще отличный выход для многих приобрести мотоцикл у нас в стране. Ну, давайте выслушим вопрос нашего телезрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я, Сергей, меня интересует такой вопрос. Собирается ли наш отечественный производитель наших легковых автомобилей выпустить автомобиль с дизельным двигателем? Мне кажется, это была бы хорошая перспектива продажи. Скажите, вы какую-то конкретную марку имеете в виду? У нас вообще дизельная есть. Да нет, в принципе, любую. Ну, например, даже пускай это будет Нива или еще какая-то легковая автомашина. Ну, у нас по трот выпускается. Большой спрос на дизельные автомобили, которые не идут из Европы, потому что здесь они как бы не готовы к нашему топливу. Сергей, ну, вы знаете, в общем-то, посмотреть интернет, газеты, журналы, у нас есть дизельные автомобили, причем как со своими дизелями, например, вот те же УАЗики, у вас Хантер ставят дизеля заложского завода, там вся электроника Бош, по-моему. Что касается патриотов, после долгого поиска, сейчас там стоит итальянский дизель и век, и у нас это недавно был тест, очень хорошо тянет этот моторчик, вот действительно пришелся в пору. Так что, в общем-то, что касается грузовиков, то огромное количество начинает КамАЗов, заканчивая зелами и газонами. У нас дизеля есть свои, да, они не такие, может быть, без всяких там Common Rail, да, с механическим ТМВД, тем не менее дизеля как бы в стране есть и, ну, в ограниченном количестве, да, нету их на «Жигулях», например. Вот я думаю, как раз Сергей спрашивал про массовый сегмент, там, допустим, именно по ВАЗам, думаю, что здесь причин много, как, собственно говоря, и недостаточное финансирование для разработки этого двигателя, так и причина та, что у ВАЗ, конечно, массовый автомобиль инородный по всей стране, а условия у нас не самые лучшие для дизельных автомобилей. И сборка автомобилей оставляет, собственно говоря, желать лучшего, но, опять же, разница, наверное, между дизельными и бензиновыми двигателями ценится больше в Европе, где защита экологических норм и требований превыше всего, экономия топлива. У нас в стране в меньшей степени всегда был, ну, до вот последнего времени достаточно доступный бензин, вот, непонятно, почему, кстати, на бензин цены действительно не снижаются такими темпами, как это происходит в Европе или в США. Да, и как вообще нефть падала, да, в общем-то. Да, поэтому, собственно говоря, я думаю, что весь комплекс этих вопросов не позволяет какому-то производителю задуматься о больших объемах производства дизельных автомобилей. Кстати, с теми же УАЗами, если мы берем Хантера, в общем-то, по-прежнему, большей популярностью пользуются карбюраторные машины. У нас очередные экологические нормы пока что не будут введены, и людям интересен карбюратор тем, что его можно починить на коленке. Это не инжектор даже, да, если мы говорим о бензине. А что касается дизелей на Жигулях, ну, у нас же был завод в Барнауле, насколько я знаю, который ставил на классику дизельные моторы, и эти моторы бегают до сих пор. Ну, это, собственно говоря, единичные какие-то случаи и продаж. Не массовый спрос, не массовый. При прочих равных потребитель выбирает, конечно же, бензиновые двигатели. Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Александр, Кеменская область. Пошел и Барусланов. Очень приятно, Александр. Я бы хотел поинтересоваться, вот есть, как говорится, Ford Focus, универсал, и Chevrolet Vachete, универсал. Меня интересует, вот, которая машина примерно хотя бы по качеству и по проходимости, по всем параметрам, которые из них предоставляют, и возможность приобрести ее. Спасибо вам за вопрос. Насчет проходимости, думаю, машина примерно одинаковая. Все-таки это у нас действительно универсал, обыкновенная. Что касается по качеству, по всему остальному, ну, вот, даже сложно очень судить. А очень близкие автомобили, я думаю, что Александру, наверное, лучше поехать к дилеру и ту, и ту машину пощупать, посмотреть. Потому что и цена близкая, и качество близкое, и очень достойные машины. Собственно говоря, я даже не знаю, кого бы выбрать здесь. Ну, вот, действительно, выбор будет и тот хорош, и этот хорош. И надо уже ориентироваться на личные какие-то предпочтения. Ну, да, действительно, тут уже надо смотреть комплектации, что предлагают дилеры, там, цвета. Обычно выбор вот падает, когда вы приходите в салон, они говорят, такого цвета нет, сюда вы эту машину не можете поставить. Причем это не значит, что нет автомобиля в принципе, а нет, например, именно у ваших дилеров в Тюменской области, да. И тут просто выбор, скажем так, машина найдет вас, а не вы ее. К сожалению, сейчас такая ситуация в регионах сохраняется, и да и в Москве была до недавних пор. Сейчас уже можно выбирать, какие хочешь автомобили. Очень интересный вопрос. Здравствуйте. Будут ли дешевые автомобили типа Айки в нашей стране? Вопрос из Питера. Очень, кстати, в тему вопроса попрошу его нашим девушкам отметить. Очень полезный вопрос. Дело в том, что недавно, ну как недавно, в январе официально объявили, что завод Серпухов прекращает выпуск этих автомобилей. Вот телезритель предугадал тему нашего разговора. Мы даже вот подобрали кое-какую картинку под это дело. Основная надежда была этого производителя, конечно же, на поддержку государства, на госзаказ. Все знают, что эти автомобили используются как инвалидные в первую очередь. Но я так понимаю, в этом году вот этой поддержки, этого заказа просто не поступило. И завод приказал долго жить. Олег, какая там история? Есть ли шанс, что возродится производство? Или это окончательно? Дело в том, что оно и так было на грани рентабельности. То есть тот объем заказов, который поступал на завод, в том числе и по государственной линии, он не позволял быть прибыльным заводу, хотя бы минимально. Понятно, что в условиях, наверное, таких вот событий и времен, как предстоят, все, что не приносит прибыли, хотя бы минимальной, а тем более приносит убытки, подлежит сокращению. Вот я думаю, что в самом начале года и было принято такое решение именно по причине того, что если раньше как-то, может быть, опять же, кредитными деньгами, перспективой роста рынка и улучшающейся ситуацией были какие-то иллюзии, то сейчас они полностью растаяли. Вообще как-то быстро умерла Ка, вот вспомним, 2005 год, по-моему, один из самых продаваемых автомобилей в сегменте, да? И четыре года приходят Матиссы, приходят китайцы маленькие, все, а такие ничего не остается. По-моему, на нее ставили китайский мотор, даже пробовали еще повысить стоимость. Да, но там стоимость существенная, да, она неконкурентно способная совершенно стала. Плюс ко всему Евро-3, то есть я думаю, что гибель Аки как раз пошла из Евро-3, когда, собственно говоря, собирали в тот период времени Северсталь авто, сейчас Солерс они называются, этот автомобиль. Да, ЗМА, завод в Челнах, по-моему. Да, да, в Челнах. Они посчитали, что переделка машину в соответствии с требованиями Евро-3, нужно столько денег потратить, что как бы рынка под этот автомобиль не будет. То есть, опять же, люди умеют считать деньги, и коммерческая прибыль должна быть в бизнесе. Тем не менее, пока что эти вот нормы немножко отложили, дальнейшее движение норм экологических в нашей стране, мог бы завод еще пожить какое-то время? Ну, я согласен, это более такой, наверное, все-таки социальный проект и проект для людей совсем с маленьким достатком. И, скорее всего, он должен был как-то быть поддержан со стороны государства. Даже, вот, собственно говоря, для инвалидов этой поддержки не нашлось, поэтому... То есть вот не вводить новые пошлины, да, вот дайте денег, дайте кредиты, разумные, адресно, что называется, сейчас очень модно говорить, нужна адресная помощь, конкретное решение. Вот был завод российский, которым могли бы помочь. Насколько я знаю, сейчас опять там будут производиться китайские автомобили, каких марок точно не знаю, но что-то вот малолитражки какие-то. Ну да. Но уже отнюдь не наши, не российские. Вопрос пришел про краш-тесты в адовской модели, какова их стихия безопасности. Что интересно, вопрос Чеченской республики. Мы, как знаем, сейчас там производят классику. Что можно сказать, Олег? Ну, тесты на полигоне-то были, на Дмитровском, но классика уже, к сожалению, по-моему, не соответствует современным нормам безопасности. Ну, никак попросту. Павел, так, политкорректно. Что еще можно обнадежить? Ну, никак, собственно говоря. Я думаю, что это основная проблема отечественных автомобилей, к сожалению, что они совершенно не сохраняют жизнь человеку. Поэтому попадать в ДТП в таких машинах, в серьезные ДТП, совсем не рекомендуется. Нет, ну, если мы берем последнее поколение, Приоры, Калины, там хоть какая-то работа проведена, и краш-тесты есть, их можно найти в интернете. Наши коллеги из журнала Авторевью били, били официальные тесты, были в Азовске и на Дмитровском полигоне. Эти машины безопаснее однозначно. Но вот классика, к сожалению, эти машины рассчитывались гораздо раньше. Другие скорости, другие дороги. Да и не стояла там задача. Да, не стояла задача, конечно. Поэтому с этим автомобилем, конечно, если вы имеете в виду, конечно, классику, там безопасности думать не приходится. Нет просто денег на нее, такова стоимость машины. Совершенно верно. Олег, мы вот продолжили разговор, уже пошли на конкретные темы, отвечать на вопросы. В общем и целом, да, отрасль несколько падает. Что происходит с дилерами? Сокращается их количество, растет. Вот недавно были в эфире твои коллеги, обсуждали уже близкую нам тему, автомобильную прессу. Была идея, прозвучала в эфире, что произойдет оздоровление. Останутся самые устойчивые, самые сильные, самые, возможно, добросовестные, да, а остальные все, весь шлак как бы уйдет. Может так произойти в автомобильном бизнесе. У нас останутся хорошие, сильные дилеры, которые обеспечат чай за качество. Или все-таки выживут не только лучшие, сильнейшие, а все. Будет тут оздоровление какое-то? Сработают законы Дарвина или нет? Я думаю, что это просто слова о том, что выживут сильнейшие, потому что особенно в нашей стране выживут те, кто найдет деньги. Причем если в странах с рыночной экономикой и с банковской системой более прозрачной и понятной, деньги будут давать действительно сильнейшим, потому что для этого нужны документы, бизнес-планы, сроки окупаемости, какие-то реструктуризации бизнесов, то у нас деньги могут, собственно говоря, быть направлены из государственных средств, из различных нецелевых программ. Просто у кого-то есть доступ к этим деньгам, и они будут поступать. Вряд ли правительство будет поддерживать именно дилеров, то есть скорее российских производителей. Конечно, нет, Павел, я не это имел в виду. Я имел в виду то, что правительство уже отдало деньги в банки, которые сейчас распоряжаются этими деньгами и определяют, кому их давать, кому не давать. Разговоры о том, что ритейл нужно финансировать, в том числе и автомобильный. Дело в том, что, да, сотни тысяч мест рабочих автоваз, но если мы возьмем всю, собственно говоря, дилерскую сеть всех концернов, то это близкие, собственно говоря, к этим объемы работы и, соответственно, занятости в этой области. Ну, Олег, я думаю, на этой ноте мы, к сожалению, все не закончим. У нас буквально несколько секунд до конца. Я напоминаю, что в эфире у нас был Олег Доскиф, и мы обсуждали автомобильный рынок. До свидания, до встречи завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин